Первая из трех линий проекта «Артик» СПГ уже начала работать на месторождение «Утреннее» на полуострове Гыдан. Ее мощность составляет 600 тысяч тонн. Из-за санкций часть высокотехнологичного оборудования пришлось разрабатывать в России с нуля. Этот завод по производству сжиженного природного газа, или СПГ, позволит увеличить долю продукта в общем объеме – голубого топлива. Например, сейчас Россия производит 33 миллиона тонн СПГ. Но в случае успешного запуска «Арти» в течение ближайших трех лет эта цифра увеличится до 53 миллионов тонн. Позже ее планируют еще раз удвоить. По данным экспертов, «Артик СПГ-2» укрепит российские позиции на мировом рынке сжиженного газа и позволит выйти число лидеров. «Артик СПГ-2» – это проект, который может стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа. Первый завод крупотоннажный был на Сахалине. Он успешно работает, но он чуть больше 10 миллионов тонн СПГ в год дает. «Артик СПГ-2» тоже будет работать с превышением проектной мощности и будет вырабатывать, может быть, даже больше, чем 20, может быть, 21-22 миллиона тонн СПГ в год. Но какой рынок интересует Россию? По прогнозам, потребление СПГ в мире к 2030 году вырастет на 55% или до 940 миллиардов кубических метров в год. В 2022 году мировым лидером по импорту СПГ стал Евросоюз. Прежде всего из-за отказа от российского трубопроводного газа. Евросоюз не вводил санкции, запрещающие покупать российские СПГ. И так случилось, что, например, в прошлом году фактически, вот в этом году сейчас идет ежесуточный объем поставки. СПГ из России может обогнать по объемам поставки трубопроводного газа из нашей страны в Европу. Фактически сейчас Россия занимает второе место по объему поставок СПГ на европейский рынок, на уступая как раз только Соединенным Штатам. В целом мы видим, что и в прошлом, и в этом году мы конкурируем за второе место в основном с Катаром. Катар в Южную Европу поставляет еще Алжир. Но вот Россия, так можно сказать, где-то даже неожиданно, но заняла одно из лидирующих мест по поставке СПГ на европейский рынок. Но это прежде всего, потому что там цены выше. И просто стоимость доставки с Ямала СПГ, например, на европейский рынок, она ниже, чем танкер-газовоз пойдет на азиатский рынок. Россия может потеснить США, Австралию и Катар. Также на азиатском рынке. На азиатском рынке мы видим трех огромных покупателей. Это Китай, Япония и Южная Корея, которые забирают фактически львиную долю вообще всего СПГ, который идет на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем Китай постоянно растет, растет, растет в объемах импорта СПГ на свой рынок. Индия активно оттаскивает на себя, вытягивает близне-восточные объемы СПГ, прежде всего из Катара. Поэтому здесь, я думаю, что на азиатских рынках, Японии, Южной Кореи и Китай, мы скорее будем конкурировать с Соединенными Штатами и Австралией. Станет ли Россия лидером на мировом рынке? Скорее всего, пока нет. Обогнать лидеров по производству жиженного природного газа, это Соединенные Штаты, Австралию и Катар, у России получится не скоро. Основная проблема – это отсутствие собственной технологии по жижению для крупнотоннажных проектов. Продолжение следует...